Уже совсем скоро театр оперы и балета в очередной раз откроет свои двери для зрителей. В этом сезоне театр отмечает свой 80-летний юбилей. Первый вечер сезона состоится 17 сентября и будет посвящен народному артисту СССР композитору Георгию Сверидову. Композиция будет состоять из двух частей – «Метель» балет и далее концертная программа, когда оркестры и все, так сказать, будут уже находиться на сцене. Мы надеемся, что этот вечер будет любопытным, интересным, ярким. Мы предложили достаточно много сил к тому, чтобы этот вечер был запоминающимся. В предстоящем сезоне любители искусства увидят много нового. 6 ноября пройдет мировая премьера – опера «Шервани» Челаева по повести Толстого «Казаки». В декабре зрители смогут оценить две монооперы «Анна» по произведениям Анны Ахматовой и «Страсти по Марине» на основе творчества Цветаевой. А ближе к Новому году посетителей ждет небольшой сюрприз – комедия-притча «Баба Шанель». Это русский спектакль, очень интересная история про петельных женщин, которые вышли на пенсию и которые нашли свою жизнь в дальнейшем ансамбле русской народной песни «Малития». Ну и рассказывать о их жизни, о том, как они живут этим спектаклем. Традиционный пушкинский фестиваль «Болдинская осень» пройдет в ноябре. Зрители увидят такие постановки, как «Пиковая дама», «Бахчисарайский фонтан», «Казаки», «История любви» и «Щелкунчик». Пройдет также и выездной концерт для жителей села Большое Болдина. Кроме того, в рамках фестиваля планируется еще одно важное событие. Мы будем проводить презентацию очень важного проекта. Это книга Бориса Ивановича Покровского «Очевидная и спорная». Книга, которая написана им, уже не написана, она диктована. Он уже не видел в это время, когда диктовал это как творческое завещание всем будущим режиссерам. Театр оперы и балета постоянно привлекает артистов со всей страны. Но наиболее активное сотрудничество идет с Нижегородским театральным училищем. К началу сезона труппа насчитывает около 400 человек. С таким составом сезон обещает быть поистине впечатляющим.